Утренняя молитва в условиях пандемии не столь многолюдна, но под звуки Евангелия каждый из тех, кто прокладывал свою дорогу к храму, молится о том, чтобы Божье благословение посетило и это место. Строители приступили к возведению храма Рождества Христова еще тогда, когда вокруг лишь возвышались отдельные вульковские многоэтажки. Сегодня район разрастается. Он прирос парком, новой пожарной частью и социальными объектами. Постепенно ведутся работы и на строительстве храма. Самым сложным этапом была заливка верхней части нашего барабана полосферой. Эта полосфера заливалась на самом верху. Надо было изготовить очень сложную опалу, которая могла бы выдержать одновременно 40 тонн бетона. Когда мы залили эту сложную конструкцию, к ней очень долго готовились, после этого мы установили купол и крест. Это, скажем, уже больше технический момент. Но для горожан он был таким знаковым. То, что мы завершили этап, очень важный этап в жизни нашей общины, построение основной части нашего храма. Началом прихода был один единственный железнодорожный вагон, который стал неким подобием церкви, называвшейся тогда Спаса Рождественской. Это был 1999 год. И вот уже здания по-настоящему величественного храма венчают золотые купола. Проект непростой из-за своей архитектурной составляющей, большого количества арок и сводов. Но такой важный для православных верующих, уверены строители. Наверное, как любая самодостаточная организация строительная, в своем багаже, кроме стандартных каких-то жилых общественно-производственных зданий, должна иметь эксклюзивные какие-то объекты. Вот и данный объект является для нас достаточно эксклюзивным, потому что и сложность, и ответственность, и многогранность объекта. И не только, наверное, перед людьми ответственность, а перед Богом. Поэтому объект, ну, непростой. Вот, с достаточно многими арками, сводами, с разветвлениями. Поэтому для нас, профессионалов, это все по плечу. Эти эксклюзивные кадры теперь станут фрагментом истории. Такого количества лесов не было ни на одном строительном объекте. Но только так можно создать эффективные рабочие условия строителям. С высоты более чем два десятка метров открывается изумительный вид на район, где живут и работают прихожане этого храма. И то, что они видят, являются для людей предметом гордости. Большая часть средств, заложенных в строительство, была собрана из пожертвований прихожан. А из капель, как известно, можно и море собрать. Мы очень благодарны нашим строителям, ПМК-82, руководству, полиции жилстроя. Нашим работникам, которые предложили свои усилия и свой опыт, знания, свою техническую мысль. Для того, чтобы осуществить нестандартные работы на стандартном объекте, конечно. Медленными, но уверенными шагами большое строительство переходит на следующий этап – внутреннюю отделку. И по Божьему благословению, молитвам и помощи тысяч небезразличных людей храм обретает особый облик. А каждый прихожанин – по своей вере место для молитвы и душевного покоя. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.